Более двух тысяч детей, около 168 студентов и порядка 600 взрослых людей из многодетных и малообеспеченных семей будут ездить в общественных автобусах бесплатно. Данная льгота предоставлена с 1 апреля текущего года. Чтобы компенсировать эти расходы перевозчику, при уточнении бюджета с городской казны будет выделено около 20 миллионов тенге. Льготникам отделами образования ЖКХ уже выданы временные проездные билеты, тогда как постоянные билеты у перевозчиков пока что на стадии разработки. Проездные, которые дети получили, это временные проездные, но сейчас перевозчики разрабатывают бесплатные проездные билеты. Если эти билеты будут готовы в течение месяца, мы их в течение месяца через школу раздадим. Если будут готовы через два месяца, то через два месяца билеты мы поменяем. По словам кондукторов общественных транспортов, члены из многодетных семей уже пользуются предоставленной им льготной услугой. Ну, сегодня уже где-то человек 50 проехал. Это большая. Да, да, бесплатненькие. А, у них этот проездной нормальный? Да, да, да. Три печати у них, все как положено, фотографии, все как положено, девочки. Кроме того, бесплатным питанием с 1 апреля охвачены и дети дошкольного образования из данной категории семей. То есть посещение детских садов для них будет бесплатным. А в детских садах, как известно, родители платят только за питание. Для этого из областного бюджета выделено 60 миллионов тенге. Только нужно будет, в каждом саде работает комиссия для получения льгот. Необходимо предоставить многодетным мамам свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности. Малообеспеченным предоставят справки о доходах. Если не будет превышать прожиточный минимум, тогда не будут включены в список льготного питания. Что касается школьников из малообеспеченных и многодетных семей, то здесь никаких изменений нет. Они, как и прежде, будут продолжать получать бесплатные питания, одежду и канцелярские товары из средств фонда «Всеобуча». К тому же этим детям отныне позволено на бесплатной основе посещать кружки и секции в любых государственных учреждениях дополнительного образования, будь то художественная, музыкальная школы или образовательно-досуговый комплекс «Хайнар». 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 «Хайнар».